Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня в рубрике первой, ой, первый взгляд, Гринди Хоррор, мы посмотрим игру NeverEnding Nightmares, которая сейчас выпущена в статусе демо, то есть это не полная игра, но мы можем заценить. Как видите, в левом верхнем углу просьба поддержать их на кикстартере, и сейчас мы посмотрим, стоит ли оно того. Так что надевайте наушники, будем надеяться, что это очень круто, потому что от Dash я про эту игру очень много наслышан. Как вы знаете, в последнее время все инди-хорроры для меня находят именно она. Сам я как-то не успеваю уже, за что ей большое спасибо. Поэтому надевайте наушники, задергивайте шторки, если вы смотрите это днем, хотя, конечно, shame upon you, как говорят англичане. Как бы там ни было, play. Так, ну что, держу кингпад в руках. NeverEnding Nightmares, то есть бесконечные ночные кошмары, все еще на раннем этапе разработки. Это демо еще, то есть нужно отшлифовать, но мы надеемся, что оно даст вам представление о том, что мы хотим создать. Мы не сможем создать игру без вас. Вы нужны нам для поддержки, и чтобы мы смогли закончить его. Ну и кроме того, нам нужна ваша обратная поддержка, то есть, ну, отзывы и тому подобное. Скажите нам, что вам нравится, и что вы думаете нужно доработать. Мы с нетерпением смотрим вперед, чтобы услышать от вас об этом, и надеемся, вам понравится NeverEnding Nightmares. Команда Infinitab. Клево. О, управление, кстати говоря, не зря геймпад лежит. Давайте попробуем на геймпаде. Так, левый стик двигаться, кнопка, взаимодействовать. Для лучшего эффекта играйте в темной комнате с наушниками. Слышите? Не только я вас об этом прошу. Какого черта? Офигеть. Я не знаю, как эта игра играется, но то, что выглядит она просто великолепно, это я вам могу сказать с самого начала. Я просто, честно говоря, не ждал. Я, как обычно, подошел к ней незамутненным, вообще ничего о ней не слышал. Так, это девочка на картине. Это она ему приснилась? А сзади Слендер, что ли? Вы просто посмотрите, каким количеством деталей напичкана игра. Так, ну, ладно, давайте, давайте уже как-то осваиваться, это очень необычно. Что происходит? Ванная, обожаю ванную, особенно с окровавленными раковинами. Он, кстати, на меня похож по ночам, я такой же упоротый. Походка такая же. Окей. Взаимодействовать с этим я не могу, но, может, хоть в туалет сходим ночью, все-таки. Нет? Ладно, пойдем. Хорошо. Тут, судя по всему, ничего не изменилось. Пойдемте в ту комнату. Музыка как-то нагнетает, да так? Я вообще, как вы знаете, просто обожаю 2D-хоррора, именно с 2D-перспективой. Но настолько прекрасно нарисованного я, честно говоря, еще просто не видел. Так, здесь есть что-нибудь? Картины всякие, какие-то генералы, генералиссимусы. Что за звуки? Коршун или орел? Психоделика в чистом виде. Ладно, тут спать я не хочу, но, в принципе, тут делать пока нечего. Я могу как-то бегать, видимо, пока нет. Может, в будущем. Надеюсь, что нет, и надеюсь, что нам не придется ни от кого бегать. Хотя, думаю, что, конечно же, придется. Я уже знаю... Так, что-то мне как-то совсем не хочется туда. Цветы все завяли, и вообще какая-то такая безысходность сквозит из этих кадров. Ух, пипец. Первые цветные элементы в игре. Я знаю, что после... Так, тихо. После того, как я завершу с этим видео, я побегу на Кикстартер и буду всячески поддерживать эту игру. Манекены солдатиков. Ненавижу. Надпись внизу. Убийство. Ма. Ну, не хватает. Р. Ладно, возможно. И кукол я тоже ненавижу. Как там это говорили? Фобия это называется. Хреново место для манекена. Так, куда ты пошел? Подожди. Может, он тот, кстати, как-то выделяется? Ну, видимо, нет. Ладно. Я не знаю, куда я иду, честно говоря. Но мне что-то реально страшно. Твою мать. Угадайте с трех раз, какая из этих кукол меня пугает больше всего. Конечно же, вон та, у которой на лице какой-то платок. Маленькая кукла. Не хочешь ничего сказать? Ладно. Уходим. А вот это вот у стены какая-то совершенно жуткая. Ну, их нафиг, этих кукол. Тихо. Я уже боюсь. Наверное, щелканье часов. Тик-так. Этот слендер сзади, он реально беспокоит. Не знаю. Хорошо, что пока беспокоит только он. Ну, кроме музыки еще. Я совершенно не представляю, куда я иду. Так, а тут я был, по-моему. Я зашел в ту комнату. Да, мы прошли. Хорошо, давайте пойдем тогда обратно. Блин, игрушка. Я пока не могу ничего сказать о геймплее, потому что его тупо нет. Ты ходишь по дому. Но это одна из моих любимых игр уже заочно. Просто потому, что мне дали наконец походить по мультику. Причем по мультику... Ладно. Хочу себе такие часы. О-о-о-о-о, тихо. А что тут так печально все? Вы видите, какое в этой игре освещение? Что-то здесь как-то совсем ужасно. За визуальный ряд игре просто 10 из 10. О, боже. За все остальное, в принципе, пока... Ух, тихо. Все, тоже 10 из 10. Эта игра, ввиду своей нестандартности, пугает больше, чем... Что бы там ни было. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Ой, это что такое на картине? Девочка из звонка. Это там два глаза или что это там? Нет, не похоже на глаза. Давайте пойдем посмотрим. Тихо. И у меня, вы знаете, ощущение, что мы сделали круг. Это записка какая-то, может быть. Нет. Вообще, я не заметил как-то возможности с чем-то взаимодействовать пока что в игре. Манекены. Кругом. Кругом манекены. Так, но в этой комнате как-то... Как-то... Не круто. Вы видели на стенах черепа? Давайте покажу вам еще самым внимательным. Очень добрая такая, настраивающая, на меру любивая лад игра. Вот тем идиотам, которые говорят, что игры типа GTA V подталкивают к насилию, вы им покажите эту игру и скажите, что вот у меня крыша поехала именно вот от такой западающей в душу психоделики. И поэтому я убил тех двух людей, да-да. Не знаю, о чем я сейчас. Хорошо. Где же это я? Так, две двери на убор. Одна туда. Но я пойду сюда. Ого. Так, подожди. Я не хочу убрать число. Я просто уверен практически, что взяв ее... А это что за шепот был? Я понял. Вы знаете, что там вот за этой завесой... Блин, просто мне так страшно, что я убежал. Видите вот это вот что-то цветное по центру? Сейчас я зайду туда со свечкой и наверняка что-то увижу. Твою мать. Так страшно мне не было. В принципе, недавно. В ваут власти было страшно. В амнезии. Так, хорошо. Освещение, да, пипец вообще? Насколько круто сделано. Опять эти черепушки на стене. Ну, походка, конечно, это просто походка века. Так, ну что? Пойдем. Господи. Почему ты оставил меня в колотой раз... Слушай, а это же я? Какого хрена? А почему бутылка рядом со мной? Тихо. Я не хочу туда возвращаться. Ой, блин, давно что-то так не пугался. Хорошо. Музыка нагнетается. Хорошо. В чем соль? Может, мне надо было что-то взять? Давайте сходим еще раз нафиг. Я потому что не хочу возвращаться больше в это место. Вроде ничего. Но вот то, что тут лежит мой двойник с проколотым пузом, это, по-моему, повод для беспокойства. Меня аж передернуло. Видимо, хочу писать. Пойдем отсюда. Твою мать! О! Нормально. Это в порядке. Пойдем. Ох... Давайте останемся тут. Никола мать. Ладно, хорошо. It's just my imagination. Пойдет вперед. Жалко, я бегать не могу. Я бы пробежал, все, к чертове матери. Духа. Уходим. А, это же тот ненавистный коридор. Так, ладно. Успокоились. Все будет как надо. Правда ведь? Куда я иду вообще? Залезь под стол, прячься. Ох, твою мать. С деда утра уходим, нафиг. Жуть какая, пипец. Мне выражение лица нравилось тебе? Окей, пойду поем. Куклы. Обожаю кукол. Пойдемте познакомимся. Жечь к чертовой матери. Это дом с собой вместе. И потом сидеть и хохотать в дурке. С обожженным лицом. Я не знаю, эта игра побуждает во мне какие-то вообще не здоровые мысли. Она реально давит на психику. Хорошо, но вы знаете, вот через эту комнату, по-моему, лучше пройти, чем там снаружи. Просто потому, что там как-то совсем печально все. Так. Мы возвращаемся. Я не могу поджечь. А, слушайте, у нас же тут лестница вниз. Как удачно я ее пропустил. А вот теперь я думаю... А, я бы раньше не смог пройти. Слышите эти звуки? Это звук полного пипца. Топор? Какого хрена? А можно я все-таки свечку? Твою мать. Хорошо. Теперь у нас есть топор. Ну, хоть в какой-то... Видели, как у него глазки забегли? Типа, кого бы убить? Так, ну, рубить я не могу, да? Так, я понял. Ну, его нахрен. Я оставил жизнь здесь. Там кто-то ходил в цепях. Здесь все по-прежнему. Почему бы не открыть окно и не спалить отсюда? Я не знаю. Ну, ладно. Пойдем встретимся с тем, кто там водится. Почему гаснет свет сзади? Давайте по-быстрому двигаться вперед. Спереди приятные звуки, поэтому лучше давайте аккуратно идти вперед. Я помолчу, ладно? Твою мать. Теперь он сзади, да? Ты почему бежать не можешь, мужчина? Прибавь. Прибавь в ходу, пожалуйста. Меня беспокоит то, что за мной идет эта тьма и я уже не смотрю вперед, я иду назад. Давай. 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 Валим. Валим. Угу. Женщина. Я в дурке, поздравляю. Это, по-моему, уже сотая игра, в которой... Ух, блин. Вы достигли конца дела. Спасибо, что играли. Если вам понравилось, мы просим вас поддержать проект на Кикстартере. Нам нужна ваша помощь, чтобы воплотить наши бесконечные кошмары в реальность. Infinite Tap Team. И ссылка на Кикстартер. Ну, что я хочу сказать. Это моя новая любимая игра. Просто потому, что такого я еще не видел. И это реально, во-первых, жутко, во-вторых, очень красиво. Такой стиль, это, по-моему, вообще просто великолепно. Ну, и кроме того, игра очень свежо воспринимается, потому что, блин, вы поняли, почему тут, в принципе, объяснять ничего не надо. Я не могу сформулировать, я просто офигел, честно говоря. Ну, я точно скажу, что я поддержу эту игру на Кикстартере. Обязательно. И спасибо Даше, которая нашла для меня эту игру. И спасибо вам, что смотрели. Увидимся в других инди-хоррорах. Будем надеяться таких же крутых, потому что это реально победа. Мне это понравилось очень, скажем, понравилось даже больше, чем последняя Амнезия. Как бы там ни было, посмотрим, как выйдет полная версия и когда она выйдет. И обязательно возьмемся за нее. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok